Вот смотрите. Слышите? Глупо, да? Вот я поднимаюсь. Всё, здесь бомбаж начинает. Особенно вот это. Да, и вот эта зона, она вот такая вот. Известный на весь мир реставратор Игорь Лавриненко вновь работает в Блакове по приглашению компании Фусагра. В прошлом году мастер восстановил панно над центральным входом в Блаковскую церковь. Теперь мозаика спасания рукотворного на южном фасаде храма Святой Троицы нуждается в спасении. Мы пойдём путём инъектирования. То есть мы определили при помощи специального оборудования, определили границы этой зоны, то есть её пространство. Мы определили приблизительно, естественно, масштаб отслоения. Там где-то до 30 мм перепад. Вот мы просто, ну то есть это вздутие, оно где-то 30 см. Вот так. То есть, соответственно, и там внутри, понимаете, да? Там внутри вот такая вот щель, да? Ну она не везде такая, она где-то, где полтора сантиметра, где сантиметра, где вот до таких размеров. В ходе обследования выявили множество дефектов, которые не видны с первого взгляда. Но если их не начать устранять в самое ближайшее время, то сохранить изображение на фасаде церкви не удастся. Поэтому реставратор снова принимается за работу. Произведена фотофиксация, то есть всё это выставлено в размер. Я вот снимаю вот эти части, срезаю, фиксирую сюда на планшет. Вот это всё, что осталось, да? Вот эта зона, она фактически вся разрушена, вот осталось у нас только вот это. То есть весь исторический материал, естественно, вернут сюда. А вот этот материал куплен для воссоздания. На счету Игоря Лавриненко более 80 спасённых мозаик. И каждое панно, говорит он, преподносит свои сюрпризы. На этот раз проблемное место находится в самом центре композиции, там, где расположен лик спасителя. Мозаику делали не целиком, её составляли из нескольких частей. И эти блоки, эти блоки, на их кромке тоже арматур, понимаете, да? Их сводили между собой, вот эти трещины, которые мы видели там, да? Это как раз вот эти самые блоки. Довольно большой объём на панно составляет слой золотой смальты. И именно он пострадал сильнее всего. Утрата составляет около 40 процентов. То есть мы его полностью удаляем и возвращаем материал, купленный специально для этого. Шесть оттенков здесь золотой смальты. Вот видите, она разноцветная. Желтенькие, красненькие, тёмно-красные, но там ещё более тёмные. И, соответственно, создаём набор в прежнем виде. Реставратор не перестаёт удивляться многообразию цветов, которые использованы в балаковской мозаике. К примеру, лик спасителя создан из 60 оттенков. Хотя на первый взгляд он монохромен и кажется, что использовано всего несколько коричневых и бежевых оттенков. Фиолетовый, розовый и так далее. Вот эти все цвета, вот эти все оттенки, они вот это всё использовали. Вот здесь холодные смальты, здесь красные, тёплые, да, всё это вместе. Вот так. Так что у вас здесь в Булаково просто шедевр. Сохранить этот шедевр помогает компания «Фосагра», которая уделяет внимание восстановлению православных святынь в городах своего присутствия. Так компания постоянно поддерживает храм Святой Троицы, выделяя средства на ремонт внутри здания, на реставрацию фасада и мозаичных панно. И прекрасные картины, которые созданы более века назад, не оставляют равнодушным никого. Конечно, сказать о том, что я впечатлён, это мало, я просто на самом деле восхищён. Особенно то, что художник-реставратор рассказал о тех тонкостях, как это создавалось в те времена и как вот можно было. Вот сейчас он работает как бы уже с готовым материалом, да. А как это можно было себе представить тогда, когда начинался это с нуля, рисовался этот макет, наверное, рисунок. Я не знаю, это... Ну, честно, я впечатлён, восхищён этим. Сейчас уже мало кто вспоминает, что прекрасные мозаики и Блаковский храм мог лишиться спустя 18 лет после строительства, когда большевики превратили церковь в театр, а икону спаса нерукотворного на фасаде просто закрасили масляной краской. Её просто закрашивали, чтобы её не было видно, чтобы она на город не смотрела. Боялись даже взгляда, наверное. Но она, говорят, краска подала, и лик опять начинал проявляться. А потом опять через несколько лет опять приезжали и опять красили её. Но время расставило всё по своим местам, и зданию вернули его назначение. И как столетия назад его строили на деньги меценатов Мальцевых, так и сейчас реставрировать храм помогают спонсоры. Обсудили по мозаике панно, который находится на северной стороне. Вот тоже реставратор-мастер очень так подробно описал, чем они отличаются. Чисто по природным, погодным условиям, да, там зима, лето, солнце, осень, да, и сказал, что да, действительно, там тоже есть тонкости, проблемы с этой мозаикой, да, и что надо будет тоже её рассматривать в самое ближайшее время, ну, её восстановление. Поэтому будем, наверное, поднимать этот вопрос, рассматривать, я думаю, что надо делать. Воссоздание мозаичных икон – дело трудоёмкое. Игорь Лавриненко предполагает, что спасный рукотворный засияет новыми красками к следующему лету. А там, глядишь, из-за знамения на северной стороне храма можно будет приниматься. Кстати, обследование этого панно реставратор проведёт уже на днях.